Так, друзья, перед началом небольшая речь, по идее это должны были быть два разных видеоролика, поэтому не удивляйтесь с хронометражу в 25 минут. Я решил сделать подарок любителям геймплея, объединить как и пакцы, так и геймплейчик непосредственно. Поэтому можно сказать, вы сегодня смотрите два в одном. Да, в плане монтажа я немножко запарился, но решил сделать вам такой подгончик от вас. Я в знак благодарности попрошу всего лишь лайк под этим видосом. Всем приятного просмотра. Ну что, друзья, на этот раз, я надеюсь, вы-то меня узнали. Хотя на этот раз, сказать честно, даже я бы себя не узнал. Образы потихоньку заканчиваются. Всех рад снова приветствовать, с вами я, Пандос FX, и сегодня, как обычно, вас ждет грандиознейший контент. Хейтеры, которые говорят, что паки всем надоели, опа, чекайте статистику. На первом месте идут пакцы, бьют абсолютно все рекорды. Но при этом сегодня вы увидите частичку пакцов и даже геймплейчика вам завезу. А повод есть, я поймал свою самую дорогую карточку. Ну, не в целом, как бы, в игре, а лично для себя. А начнем мы с контента, связанный с героем. После сбора кумира вышли пики на героев, без ограничений. Естественно, открывал я сразу на всех аккаунтах и предлагаю посмотреть, что же мне там дропнулось. А перед тем, как мы продолжим, напомню вам о спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Pari, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, начиная от футбола, заканчивая с киберспортом. Есть удобное мобильное приложение, а если вы еще пройдете верификацию до конца, получите фрибет на 1000 рублей. Ссылка в закрепленном комментарии. А если вам, друзья, нужны EFC, подписчики, фифа-поинты, новые игры, в общем, все это добро вы можете найти на моем личном сайте. Ссылочка также будет в описании. Так, я на бездонатном аккаунте, ребята. Первая сборочка на героя. Тут только одного могу собрать. Давайте по статкам быстро чекнем. 45 деф, 88 дрибблинг, кстати. Передача говно, удары 88, скорость 8. Это бралин. А, вот как раз-таки кин. Вот как раз-таки кин. Это вэшка? Сколько кин стоит? 215 тысяч? Нихуя себе. Это вэшка получается? Лол. Если его апнуть, у него статы прикольные будут. Вау. Слушайте, а я его апну. 82 физуха, 83 защита, 82 дриблинг, передача говно, ударов нет, скорость 87. Скорее всего, это какой-то краек, может быть, даже девчонка. Ли, заразу. Третий день стрима это мощно. Да, иногда у меня бывает 3 стрима за полгода, иногда 3 стрима каждый день. Давайте скажем спасибо ивенту Черная Пятница и EFC 24. Так, все, ребята, собрали. Три, три базовых героя. Давайте первый пик на мужика откроем. Первый пик на мужика, потом по плашке. Раз, два, три, открываем и надеемся, что здесь будет Рамирос, Женаля, Турек. Кто-нибудь? Блядь. Так, физуха 77. Может быть, это Рамирос? Я не помню, как у него физуха, но вряд ли 77. 62 деф, 88 дриблинг, передача. Мостовой сюда. Царя поймали, ребята. Так, и вторая карточка. 80 физуха. 52 деф. О, господи, кто ты нахуй? Ебанарот. Этого казино, блядь. Второй пик, ребята. Блядь, карвалю. Ебанарот. Я думал, это кинг хотя бы. Так, ну и последняя физуха 86. Ну, это... Ну, это стена ебаная, блядь. Три пика на героя, блядь. И один просто лучше другого, нахуй. Что это такое, блядь? Три пика на героя. А сейчас, друзья, если стоите, то лучше присядьте. Вы увидите нечто невозможное. Ребята! Он существует! Он существует! Он существует! Мы его увидели, ребята. Мы его поймали. Мы его поймали. Он существует! Он реален! Это история, все нахуй. Ебать, ребята! Он мне выпал! Он мне выпал! Спустя два... С хуем... Два с половиной, то ли три месяца с выхода игры мне пришел ADM. Я только сейчас его увидел. Впервые, блядь. Лакерный аккаунт, да, да. Лакерный аккаунт, блядь. Ребята, чекайте. Что в нем особенного? Я поясняю для тех, кто не шарит. Когда игра только вышла, я хотел поиграть за ADM. Я долго его искал в паках, охотился за ним и удивлялся, почему он вообще нигде не падает. Хотя у него рейтинг всего лишь 80. Ну и при этом на тот момент, когда я его хотел, он стоил каких-то невероятных денег. На тот момент, там, тысяч 20-30, что-то такое. Вот. И с тех пор как-то это мемом осталось. И я вот два-три месяца его вообще нигде не видел. Абсолютно. Вот первый раз я его вижу. Так и вижу видос с названием, я его поймал и обложку с открытым ртом, да. Все, давайте, поехали. Пак за 2000 поинтов. И это Дака. Дака, да. А кто за ним? Кто за Дакой? Кто за Дакой? Ну давай, какая-нибудь Поуп сейчас выйдет. Поуп, давайте. Поуп, хуёуп. Кто там? Какие говнори еще? Либо ты, блядь. Человек, который заебал мою жизнь уже. Да, да. Один из трех РТТК первопроходцев и три героя. РТТК первопроходец, можно без сплашек, без ничего. Открываем и надеемся увидеть Хансен, Янсен или как ее там. Смотрим. Филиппа Андерсен. Заебись. Я очень рад. Макманаман, блядь, и Литман. Блядь, я не хочу дубликать. Давайте этого Макманаманова возьмем, блядь. Так, первая карта, 82 физуха, 91 защита, дриблинг 73, пейс 77. Ликардо Карвальо, спасибо, пошел я нахуй. Следующая карта, пошел я нахуй дважды. Блядь, ну это пиздец, ну это стена какая-то, это что такое? Это что такое, блядь? Ну и третий, ребята. Что это, блядь, что это? Что это, блядь? Что это за... Ничего, блядь. Если бьёбывался в стену, то на скорости x2, да? Да, ребята? Скорость x2 включаю. Такой тиль, что хочется это говно открыть. Похоже, живем один раз. Смотрим, два кумира, блядь, нахуй. Чехия. Все, понятно, блядь. Все понятно, блядь, пожалуйста. Дай дубликата. Точнее, он дубликат, дай ребери, пожалуйста. Ребери, выйди, пожалуйста. Ну, ребери, ну, по-братски, ну, выйди. Ребери. Ну, ребери. Ну, это не ребери. Нет. Нет, это не ребери. Нет, ребята, это бой. Все, поехали. Вы думаете, я МБП собирал, ребята? Я собирал. Мячик, блядь, Лиги 1. Ну, с геройчиками, друзья, скажем честно, нам не очень повезло. Ну, так вот, если вы смотрели мой прошлый видеоролик, то знайте, что на двух своих донатных аккаунтах я поймал классный карточек. Опять же, Лусио и Бестер. А мой несчастный бездонатный аккаунт долго терпел. Долго, ребята. Долго я ловил всякого дерьма, чтобы заловить ту карту, которая, естественно, залетает мне в основной состав. И вы знаете, в каком паке я вытащил эту карточку? Четыре игрока 84+. Это тот пак, в котором Акул вытащил себе Пушкаша. Собственно, чекайте. Как обычно, я ничего не записывал, но благо есть шарплей. Германия. СОП. Ну, в этот момент я думаю, блин, вот это стена. Абердорф. Но за Абердорф, ребята, скрывалась девчонка, которая меня, мягко скажем, удивила. Это Хансон. Короче, быстро пробежал отборы, зашел в задание забирать всякий мусор. И тут нахуй Хансон на моем несчастном бездонатном аккаунте. Охренеть. Вот почему всегда так? Почему всегда, когда вот ты ничего не ждешь, просто на отъебись открываешь паки, играешь, тебе падает карта за 2 миллиона. Четыре карточки 84+, и три девушки. Ну что, друзья, на радостях собираем еще одного кумира. Так, физуха 64, как плохо. Это прям очень плохо. Защита 38, дриблинг 86. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, хорошо, что я не смотрел анимацию, потому что, сами понимаете, француз, ЛП. Я подумал бы, что это Рибери. А это, блин, ебучий ПРС. Так, ну и что мне с этим ПРСом делать? Закидывать в еще одну крутилку. Сюда отправляется мой любимый Бануччи, Осимен. Самая дорогая карточка, которая когда-либо мне выпадала на этом аккаунте до Янсен. Когда-то он 600 тысяч стоил, отыграл за меня 108 матчей. Сейчас стоит 200 тысяч, в принципе, нахер мне не нужен. Ну и суммарно, получается, двух кумиров я сюда отправляю. Недвит был довольно-таки неплох. На ощущение, как будто бы я этой карточкой уже наигрался. 52 матча, 47 плюс 34. И Котото также сюда улетает. Надеюсь, все не зря. Последний Фодор, сливая на этого кумира. Че, а че к ним по статкам? Так, физуха 81. Непонятно. Защита 73. Непонятно. Дриблинг 81. Да пиздец. Из последних сил. Отдал все, что у меня было. Пошел он нахер. Да-да, с кумирами не повезло. Но, блядь, я поймал Янсен, друзья. Либо Хансен, как ее правильно называть. Ну, естественно, друзья, я сразу же побежал ее тестировать. Смотрите, с навеса. Гол головой. Головка-то бить она умеет. А что скажете насчет дриблинга и ударов? Собственно, сейчас увидите. Смотрите. Как она красиво финтится. Как она ловко управляется. А вот это прям вообще красота. Чекайте, как она провердела на своем... Хотел сказать на своем хую, но тут как-то некорректно будет это звучать. Ну, в общем-то, смотрите, как она навердела всю защиту моего соперника. Это просто Месси в лучшие годы. Играл, кстати, я не против бомжа. Вот состав моего соперника. У него был Роналдиню. Не 93-й, а 94-й. Плюс Зидан. Плюс Модрич. Дрион. Кинг. Короче, состав был просто разъеб у него. Ну и ради нее, собственно, пришлось мне пересобрать свой бездонатный состав. Сейчас он выглядит вот таким вот образом. Сыгранность практически максимальная. Вот этого Кинчика. Думаю, прокачать карточек. Мне приятно удивляет тоже. Вот эту вот девчонку пришлось прикупить ради линков. 5 ассистов, кстати, отдала. Ну и в целом состав годный. Для бездонатки это зашибись. Сейчас у Янсена, ребята, 5 матчей. 14 плюс 1. Я в дичайшем восторге от этой карточки. Я уже устал восхищаться этими карточками. До этого примерный восторг у меня вызывала карточка Лукаку. Он мне, кстати, в антрейде здесь упал. Он до этого был продаваемый. Сейчас любители геймплея кайфанут. Так, это вот наш соперник. Салаха собрал. Фарлана. Блин, сумасшедший какой-то человек. Так, ну что, любители геймплейщика, вы дождались этого. Опять же, я не понимаю, в чем столько нытья. Ну, немного людей, но все равно периодически попадались люди, которые, бля, заебали эти паки, давай геймплей. Вот, все, геймплейщик, полетели. На, нахуй! Алонсон. Янсон. А у него файнессы золотые, ребята. Вы знали об этом? Если не знали, то показываю. Опа, нормально летел. Бля, ну посмотрите, как она финтит. Ну это просто, просто, бля, разъеб нахуй. Лофтус Чик. На, нахуй, лофтус Чик, бля, карта из заданий. Но отметим, в первую очередь, сольный проход Янсон. Либо Ханссон, не знаю, как правильно ее зовут. Но вы знаете точно, поэтому вы наверняка меня поправите. Так, хорошо. На дриблинге Р1. В принципе, можно с центра поля пробежать, ну ладно. Уебываться слишком не буду. Риск потерять мяч велик. Опа, опа. И шведкой. На, нахуй, бля. Это Янсон. Либо Ханссон. Так, Лукаку. А ты-то свое слово скажешь? На, нахуй, Лукакич. Блядь. Конечно, компания в атаке у меня замечательная. Худенькая девчонка и огромный мужчина с невероятной силой. И носится как... Блядь, что это такое? Как он так носится, блядь? Казалось бы, у него пояс не самый большой, но при этом у него разгон какой-то ебиши. Так, ну здесь можно оторвать. Ой, все, соперник поплыл, ребята. Соперник поплыл. Оп, оп, оп. Ха-ха. Выходи дальше из ворот. Во втором тайме ничего не происходило до 91-й минуты. Так, ну, бля, ну в последней атаке-то можно забить? Можно забить? В последней атаке. Вот такой вот. На, нахуй, бля. Фу, бля. Во втором тайме я только один гол сопернику забил. Так, next соперник. Гризман Родриго в атаке. Так, соперник пока что что-то меня раскатывает. О, Алонса хорош. Бля, Алонса странный тип. Иногда он такую игру выдает, а иногда, блядь, просто чувствуется как кусок говна. Я так и не понял. Смирился я с ним или нет? Блядь, смотрите, как она управляется. Так, Хаби Алонса хорошо. На Янсен. Оп. Бля. Он подвинул голкипера, но это его не спасло. Блядь, какая же она приятная в управлении. И в Оби. Это вроде чел из заданий, да? Нихуя ты, бля, финты. Эээ! Блядь, Маньян, тихо. Нормально, Маньян. Так, это было опасно. Чуть не довъебывался. Оп, вот зажимаете Р1 и посмотрите, как плавно она двигает. Бля, какое удовольствие. Опять же, такой контраст в атаке. Стоит огромный Лукаку, ну, с трудом поворотливый. И вот такая управляемая девчонка. Опа, опа. Но при этом за Лукаку тоже можно покрутиться. Посмотрите, оп, оп. На нахуй, сука. Бля, опять этот Ивоби несется, как сумасшедший Маньян спасает. Бля, Маньян, кстати, хорош. До этого у меня играл Алисон. Бля, какой же отвратительный. Это худший вратарь, за которого я играл. Я не знаю, у всех по-разному вратари играют. Но лично у меня Алисон это топ-1 говнарь во вселенной. Ой-ёй. Ой-ёй. Ой-ёй-ёй. А почему у меня защитники разбежались? Вопрос, конечно, хороший. Так, что началось? Почему соперник резко начал так охуенно играть, блядь? Либо я хуёво начал играть, Маньян, моё почтение. Какой же ты гений. Опять же, на фоне Алисона. Так радует, когда твой голкипер делает сейвы. Опа. Так, тут может быть... Знаете, что? Оп. Ха-ха-ха. Как охуительно управляется Янсен. Просто кнопочку зажал, уп, и улетело. Два-два. Так, надо собраться. Так, всё. Сейчас. Кибер-спортивная поза нужна. Пожалуйста. Маньян. Бля, какой лучший. Бля, Маньян. Я люблю тебя, Маньян. Если бы не Лофтус Чик, я бы никогда в жизни тебя не поставил. Бля, что он творит? Это что за зверь? Бля, вы посмотрите на него. Это ебанутый парень какой-то. Либо это какой-то сценарий подключился, где у меня Кибер сейчас будет всё тащить. Так, статистика. У моего соперника 11 ударов. Два гола. Бля, Маньян. Как же я тебя люблю. Никогда за Маньяна не играл в этой части FIFA. Бля, он тащит всё вообще. Ну, реально, это невозможно. Возможно, кто-то скажет, что это сюжет игры. Может быть. Но при этом, опять же, я до этого за него чуть-чуть поиграл. И могу сказать, что он действительно тащит. Маньян, блядь. Вот, собственно, и накаркал. Три-два. Фантастика. Ладно. Сейчас мы сделаем крысину вот такую вот. Бля, прости соперник, но проигрывать не хочется. Блядь. Sorry, ребята, кого бесят кик-оффы. Так. Янсен хороший перехват. Блядь, Гризман перехватывает. Просто вот вся FIFA в одной, блядь, секунде. Янсен перехватила. Гризман перехватил. Ну, я вам говорил, да, что форварды в этой части FIFA. Это невероятные перехватчики. Оп. Оп. Пролетели, как все. Лукаку. Оп. И на нахуй. Блядь. Sorry, соперник. Но это. Лукаку. У него, кстати, талант на белый финанс есть. Блядь. И у меня, блядь, пускает. Ладно, хуй с тобой. Оп. Толкается. Убегает. Болл ролл делает. Вот так вот отдает на Янсен. И Янсен на нахуй. Ха-ха. Блядь, какая замечательная игра. 5-4. Я выигрываю. Так, последняя минута, ребята. Последняя минута. Не дать. Переключаюсь. Нет, сука. 5-5. Ну, слушайте, я считаю, что результат справедливый. Не тебе, не мне, как говорится. Ну, хотя по стати и по XG он меня полностью переиграл. 16 ударов на 10. Так, далглиш в атаке. Паулу Футре. Нормально. Так, Лукаку. На Янсен. И на нахуй Янсен. Шведочкой. Бля, провалище, ребята. Ребята, а что делать? Я не знаю. Галкипера двигают. Блядь. Ну, что ты? Ну, что ты сделал? Ну, перехвалил маньяна. Все, поймал звезду этот хуй. Блядь, ну это... Я, блядь, не знаю. Я вот, блядь, просто не знаю. Нахуй, что пускает этот долбоеб, бля, французский? Просто в первом матче столько сейвов невероятных дел. Просто теперь две параши пускает. Ну, это нормально вообще. Потом вы спрашиваете, блядь, по какому принципу в этой игре, бля, выбирать голкипера. В одном матче тащит все, блядь. В следующем пускает два говна полнейших. Ну, вот что вот это вот такое? Что, блядь, объясните? Что это за игра голкипера? Почему ты сразу, блядь, раком становишься? Толбоеб, блядь. Ну, отбил ты неудачно. Ну, потянистый за мечом. Почему ты отлетаешь от него? Толбоеба кусок. Бля, вот что с искусственным интеллектом в этой игре, бля? Ну, посмотрите. Он буквально нагнулся раком, блядь. Этот чувак любит эволюцию, я смотрю. Так, ну, мы тут сразу можем, в принципе, забить. Вот такой-то на Лукаку. А у него-то, блядь, золотой перк на второй этаж. Так, Венисиус Джуниор. Я не посмотрел, какой он у него. Пиздатый или обычный? Хотя я обычный тоже, наверное, пиздатый. Так, так. Вахтус Чик, хорошо. Ревалда. На Янсен. Ну, тут она накрутит вообще на изи. Легко, 2-0. Ой-ой-ой, какой финт в центре поля. Красава. Венисиус Джуниор. Продолжай в том же духе. Ой-ой-ой, какой финт от Венисиуса на своей половине поля. Гений. Мой соперник гений. Хотя, смотрите, какой пас он отдал с проливистиради. Хороший. Что он будет делать? Ой. Ой. Так, ладно, не выебываться раньше времени. Ох, какой отбор. Ох, девчонка. На Лукаку. Бля, это Лукаку. Какие же у него сильные, мощные удары у этого большого парня. Нихуя себе, какой финт от Венисиуса. Бля, я просто восхищаюсь. Не, ну ладно, хорошо, разъебал, блядь. 2-3. Все, блядь, больше не выебываюсь. Не подъебываю соперника. Что-то он меня начинает бесить, блядь. 2-3 уже. Блядь. Венисиус, ёбанар от этого. Эй. Пиздец, ну что? Как у меня Вицель пролетел, ребята. Я такой, бля, бомжа встретил. Посмотрите, как у меня разваливает. Ну, понятное дело, благодаря игре она тоже дарит ему эти самые шансы. Ну, главное, что у соперника 3 удара, 3 гола. Помните, я Маньяна нахваливал. Все-таки, видимо, это был сюжет. Блядь, как ты заебал теми переводами меня. Писешь нахуй. Перевод, 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 перевод. Давай еще один перевод. Вот, сука, надо будет перевод делать. Так. На Янсен. Все, полетела. Красотка моя. Оп. Крутимся. И на нахуй. Так, ну что, ребят? Как ему забить? Вот так вот, может быть? Оп. Оп. Так, понятно. Его голкипер теперь меня заебет. На нахуй, блядь. 4-3, бля. Хорош, моя красавица. А что встал? Давай, играю, блядь. Ты заебал, блядь. Бля, опять какой-то хардкор, бля. 4-4. Что за матчи, бля? 5-5-4-4, бля. Где нормальные счета? Да. Мы играем в футбол, либо в хоккей. Так, на лукак еще. На нахуй, блядь. Его гондон тащит, сука. Так, простите, ребята, много матерюсь. Понимаете? Игра эмоциональная. Очень эмоциональная. Ну-ка. Да что ж ты будешь делать? Как забить ему? Посмотрите. Это Алисин, ребята, на секундочку. Который у меня до этого стоял. И пускал, мне кажется, каждый удар в створ, который был. Так, ну я пытаюсь еще раз навесить на лукаку. Я все-таки хочу забить. На нахуй. Все-таки, ребята, все-таки мы забиваем. Хорош лукаку, кисонька. Так, еще один угловой, ребята. Давайте еще раз забьем. Ну-ка. На нахуй, бля, лукаку. Два гола, два, блядь, головой. Просто, блядь, за две игровые минуты. Все, игра перевернулась. Лукаку гений, я же вам говорил. Так, хотел поинтересоваться, знаете, каким вопросом? Что с лицом соперника? Что с лицом, блядь? Что с лицом, блядь? Оно немножко видоизменилось, я чувствую. Я тебя не вижу напрямую, но есть ощущение, что ты немножко опечален. Оп, лукаку. Ну что, побежали, блядь? Лукаку машина. Ой, подкаты грязные свои делает. Ой, тут Янсен. Ой, крутимся. Ой, вертимся. На нахуй. 7-4, ребята. Долго потел против этого соперника. Все, ГГ, ребята. 7-4. Янсен лучшая в этом матче. Три голешника. Так, у меня вопрос. Лукаку 4 плюс 1. Почему он мяч не получил, а забрала Янсен? Вот эта девчонка три асиста отдала. Ревалда асист. Ну ладно, в целом нормально, команда сыграла. Что по составу? Защиту уже пора менять. Чувствую, что вот Вицель и Милитао как будто бы не вывозят. Лофтус Чик бесплатный. Удивил. Ну, в хорошем смысле. Хаби Алонс. Опять же, это вынужденная мера. Ревалда. 1 плюс 10. Асисты вроде отдаёт, но в целом карта посредственная. Вот эта девчонка нравится. За 9 матчей 8 асистов. Ну и, собственно, Лукаку. 4 матча, 7 плюс 3. Это вычитаем из головы, что до этого я за него ещё 20-30 матчей отыграл, где он там 40-50 голов наколотил. Реально машина. Реально вот карта, которая, ну, вызывает вау-эффект. Собственно, как и Янсен. Ну, это прям вообще какой-то космический уровень. 9 матчей 24 плюс 6. Ну, это фантастика. Ну, я действительно понимаю, почему эта карточка стоит 2 миллиона. 5 звёзд на финтах. Невероятный дриблинг. Отлично бьёт файнессы. И залутать такую карточку на своём бездонатном аккаунте, это, конечно... Ну и в целом, наверное, мне больше всего приятнее играть именно на бездонатном аккаунте. Несмотря на то, что на донатном у меня там куча пакетиков и всё такое. Но это разный уровень удовольствия. То есть на бездонатном ты понимаешь, что ты достиг всего этого сам. Без каких-либо вложений. И все карточки, которые тебе падают, интересно, это прям на вес золота. Особенно вот такие вот с 2 миллиона, которые тебе падают. Бля, вот посмотрите, если игра захочет, чтобы вы забили, вы забьёте. Ну, либо наоборот. Если игра хочет, чтобы вы пропустили, вы обязательно пропустите. Посмотрите, сколько пиздеца тут на 1 квадратный метр произошло, прежде чем я забил. Ну, это я так хайлатики всякие пересматриваю в своей викинг-лиге. Ролик наверняка долгий получится, но надеюсь, что это не сильно вас напрягает. Реально, я сейчас пересматриваю различные моменты с Лукакой. Ну, как же он реализует? Ну, посмотрите, просто всех оттолкну и на нахер. Я, вот знаете, не любитель прям каких-то вот таких больших футболистов, но Лукаку заставил меня пересмотреть свое отношение к высоким габаритным мужикам. С навеса, смотрите, как он сейчас замкнет на нахуй. Уже какая-то глубокая аналитика голов Лукаку пошла. Вот посмотрите вот здесь вот, что это за анимация ноги была вообще. Я просто, когда в викинг-лигу играю, иногда вот записываю голы и люблю их попересматривать. Ну, вот посмотрите, как он здесь выиграл. На нахуй, финансы бьют. Ну, в общем-то, друзья, надеюсь, вам этот видеоролик понравился. Если так, то жду от вас Лукас. Первые 250 комментариев лайкну. С вами был я, Пандосов Иксович, и всем хорошего настроения. Чао, какао.